Мессианская община Я сегодня хочу представить вам небольшой разбор из недельной чтения Балак или Валаак И эта история записана в книге чисел, там есть очень много чему поучиться И я надеюсь мы вместе с терпением пройдем сколько-то уроков Я сделал несколько до 10 коротеньких уроков Надеюсь мы вместе сможем выучить чего-то очень важное И пусть Руаха Кодеш, Дух Божий, Дух Святой откроет наши сердца для понимания Писаний И история начинается с 22 главы книги числа И мы видим что до этого народ израильский приближается к обитованной земле И он проходит через земли Аманитян, он проходит Муав И там все в замешательстве Во-первых народ, который вышел из Египта Он уже прошел трансформацию Там уже началась значительная смена поколений Уже люди вырастающие в пустыне Они уже вырастали со свободным духом Они уже по-другому смотрели на обстоятельства И вот они приближаются к границам Муава Мы должны понимать что Муав это в какой-то мере близкий Израилю Это те потомки Лота Это какие-то связи были Но все те люди которые жили на территории Ханаана И вокруг Ханаана Им свобода и место которое дал им Господь Не пошло все это на пользу Мы помним что когда-то Господь Бог сказал еще Аврааму 400 лет твои потомки будут в Египте Ну 400 это с того момента как Бог пообещал Аврааму Реально Израиль был в Египте чуть больше чем 200-230 лет примерно И за это время мера беззакония Людей которые живут на территории Ханаана возрастет И тогда я смогу их достаточно наказать Так вот за это время люди живущие Населяющие Ханаан и все окрестные земли Очень сильно опустились перед Господом Перед его праведностью И они заразились всякими различными заразами Мы потом про это поговорим немножко больше И в некоторых случаях Израилю дается повеление от Господа Спроси их может дадут пройти А в некоторых случаях ничего не спрашивают Говорят идите прямо и завоевывайте Захватывайте эти земли Короче говоря Израиль приближается К территории Муава Царем на тот момент является человек На иврите его имя звучит как Балак А на русском языке Валак И мы читаем Оттуда сыны Израилевы двинулись дальше Остановились на Муавской равнине За Иорданом близ Иерихона То есть они приближаются к тому месту Где они должны войти на обитованную землю Кто не знает карту Израиля И карту Ближнего Востока Легко открыть в интернете и посмотреть И Балак сын Ципора видел Что сделали сыны Израилевы самареями И мы читаем что И весьма боялись Боялись муавитяне народа сего Потому что он был многочисленен И устрашились муавитяне сынов Израилевых Урок первый Кто такой Балак И чего он так боялся Перед тем как подойти К территории Муава Израиль просто разгромил Царство Сихона и Ога Еврейская традиция рассказывает И мы читаем в Библии Небольшие комментарии На эту тему Что Сихон и Ога Они были гигантами Какими-то высокорослыми Могутными такими людьми И соответственно люди Их люди были такими же И даже к таким людям Приблизиться страшно было Потому что Вы помните свидетельство 12-ти соглядатаев Это примерно 40 лет назад До вот этого момента Когда они говорили Те люди выглядят огромными А мы перед ними как саранча Я хотел немножко На эту тему поговорить И понять Что такое за эти огромные люди Кто они такие вообще И что это Знаете По всей видимости Это были какие-то Смешанные Гибридные люди Такое мнение существует Вы все можете с ним соглашаться Не соглашаться Но это одно из мнений И там было что-то Замешано на колдовстве На самом деле Подобные вещи Мы читаем в Библии И вот я вам дам Несколько таких примеров Которые были раньше Которые были позднее Этого момента Чтобы вы могли Хорошо понимать Что не все то понятно Что в Библии написано И мы не все Всегда должны понимать Итак первый момент Который рассказывает нам Про гигантов Это странная история Которая записана В книге Бытия Шестая глава И там написано Сыны Божьи увидели Дочерей человеческих Стали входить к ним Есть много разных Комментариев Кто эти сыны Божьи Что это где сыны Сифа Но еврейский Обычный мидраж И обычное стандартное Понимание Не всегда Либеральное 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 Оно говорит Оно говорит Что это были Амалахей Шарет Служебные ангелы Которые увидели Дочерей человеческих Поначалу Человечество Было совершенно иное Чем мы сегодня И в учении Которое называется Тикун улам Исправление мира Вы можете его найти В интернете Я там на эту тему Много говорю И человечество Было очень развитым И как написано В псалме Номер 8 Там написано О человек Что ты помнишь его И сын человечества Что ты знаешь его Ты немного умолил его Перед ангелами Так так написано В русской Библии В ивритской написано Иначе Немного умолил Ты его перед собою Славой Честью венчал То есть Человечество В потенциале Должно было Быть Венцом творения Огромные силы Ангелы Это были лишь Служебные духи Которые должны были Прислуживать Людям В их позиции Но Когда человечество Начало умоляться Ангелы Очень заинтересовались Вау Мы хотим приблизиться И понять Что же там В этом человеке И вот история Бытия Шестая глава Рассказывает Что служебные ангелы Стали входить В дочерям человеческих И от этих союзов От этих браков Стали рождаться Нефалимы В русской Библии Написано Испалин На иврите Нефалим От слова Нафаль Пачи Упал Тот который Потерял Достоинство Но понятно Что это были Какие-то особые Существа Гибридные Можно так сказать И мы читаем Что Эти Вот Нефалим Развратили землю И научили человека Всякой гадости До такой степени Что Бытия Шестой глава Говорит И извратила Плоть Путь свой То есть Стали там Какие-то Странные Смешения Мы слабо Понимаем эту тему И это не тема Сегодняшнего разговора Но просто Бог сказал Не вечно Быть пренебрегаемым Моему духу Я наведу Потоп И эту мерзость Просто смету Смету С лица земли И То что мы читаем Вот сейчас В Историю Про Балака И вот Про Ога И про Сихона Это были Какие-то гиганты Потом Позднее В Библии Мы прочитаем Что Царь Давид Воевал С Галиафом И там Его братья Были Это тоже Была Какая-то Разновидность Это уже Не была Продукция Смешения Браков Ангелов И людей Но там Что-то Было Тоже Замешано На каком-то Таком Суровом Колдовстве Знаете Еврейские Источники Говорят Что колдуны Тех веков По сравнению С тем Что мы Сегодня Знаем Про колдунов Это было Что-то страшное И современные Колдуны Это как дети Которые Фокусами Развлекаются Хоть это Достаточно Страшно И Писание Говорит Не приближайтесь К этим вещам Но в те времена Они достигали Каких-то Эффектов Что рождались Вот эти Вот Смешанные Существа И Интересно Сказать Что Именно В отношении Них По всей Видимости Это одно Из мнений Понятно Еврейское Под Писанием Приветствует Разное Мнение Но одно Из мнений Что Именно О них Сказал Господь Бог Народу Израильскому Подвергни Проклятию Мужчин И детей И женщин То есть Всех Уничтожай Потому что Они заражены Какой-то Генетической Проблемой И это Не генетика Просто больная Генетика Это что-то Колдовское Бесовское Которое Просто Невозможно Исправить Ну это Одно Из мнений Я повторюсь И Вот Балак Который Был На то Время Царем Муава Услышал Что Израильтяне Вот этих Гигантов Просто Смели Победили И он Понимает Что Здесь Замешаны Какие-то Вещи Которые Не Человеческого Уровня Сверх Естественного Уровня И он Понимает Что Бог Израилев Идет И помогает Им И тогда Он впадает В такую Депрессию Он Советуется С Медианом Мы читаем И Моавитяне Сказали Старейшинам Медиана Это Орда Вся Вокруг Нас Смела Дочисто Словно Бык Траву Полевую Вообще История Рассказывает Что Моав Воевал С Медианом Но Здесь Видя Проблематику Сражаться С Израильским Народом Он Обращается Примеряется С Медианами И спрашивает Слушайте Ваш Предводитель Он же Их предводитель Еврейский Предводитель Он же У вас Провел Примерно 40 лет Помните Что Моисей Прожил В Медиане 40 лет Может Вы знаете Про него Немножко Больше Может Вы можете Объяснить Источник Этих сил И связи С Господом Богом Короче Говоря На каком То Этапе Они Понимают Что Здесь Задействованы Сверх Естественные Силы И Нужна Помощь Других Сверх Естественных Сил И тогда Они Обращаются И Ищут Кого То Кто Б мог Помочь Им Находят На русском Языке Валама А на Иврите Его имя Завучит Как Белям Он был Пророк Тоже Божий Или Колдун Это Наш Следующий Урок Но В завершении Вот этого Короткого Разбора Кто Такой Валаак Чего Он Боялся Он Боялся Сверх Естественной Силы Которая Сопровождала Израильский Народ Когда Он Ходил В Божьих Путях И Мы Должны Понять Такую Вещь Что Если Мы Ходим В Божьих Путях Соблюдаем Те Говорят Писание Постоянно Никто Не Устоит Перед Тобою Это Такой Призыв К нам В окончании Этого Коротенького Первого Урока И Мы Переходим Ко второму Уроку Который Я назову Кто Такой Бельям Или Валаам И Сразу же В названии Скажу В еврейской Традиции Это Антипод Моше То есть Кто-то Кто Был Очень Похож На Моисея Но Был Против Анти Мессия Христос И Антихрист То есть Бельям Или Валаам В данном Случае Представляет Противника Моисея И Вот здесь Мы хотим Задаться Одним Вопросом Знают Ли Люди Пути Божии Вне Израиля Вне Священных Писаний И Мы Должны Согласиться Что Библия Нам Как Минимум О Троих Значимых Людях Древней Истории Говорит Которые Не были Связаны Интегрально С Израильским Народом Но Они Знали Очень Четко И Близко Бога Один Из Таких Людей Это Мелхиседек Про него Мы не будем Много Разговаривать Потому что Сложно Разговаривать Про Мелхиседека Может В следующий Раз Когда Будем Разбирать Послания К Евреям Также Был Иов Мы Читаем Книгу Иов И Великой Праведности Перед Творцом И Небесный Творец Небесный Отец Когда Он Говорит Со своими Сынами Какими-то Небожителями И между Ними Был Сатан Он Говорит Им Всем Есть Ли Такой Праведник То есть Человек Познавший Меня И Следующий Моим Инструкциям По жизни Как Иов То есть Иов Вот Не И Мы Знаем Также Значимого Язычника Который Творцу Это Был Итро Или Иофор Тест Моисея Но Этот Был Очень Мудр И Видя Что Господь Совершил С Израилем Приближается К Израилю Чтобы Понять Бога Израилева Не Только На Основании Своих Личных Изысканий Но В Формате Того Откровения Которое Небесный Отец Дает Израильскому Народу И Итак Есть Люди Которые Получают Откровения Творце Вне Израиля И Вот Я Сразу Еще раз Повторю Мелхиседек Иов И И И И И И И Тогда Задаемся Другим Вопросом А здраво Ли Это А здраво Ли Это Если Мы Понимаем Очень Четко Про Биль Ама То Мы Уже Заведомо Знаем Что Хоть Он И Знал Бога Но Не Принадлежал Израилю Нашлись С пути Которые Сбили Его С пути То есть Мы Приходим К такому Выводу Можно Познать Господа Эмпирически Размышлением Но Бог Определил Еврейскому Народу То Что Называется Священное Писание И Я Хочу Сейчас Ввести Вам Один Такой Маленький Концептик Тоже Когда-то В интернете Наверное Можете Найти Эти Рассуждения Называются Войти В Шатры Сима И Когда-то В Бытие Записана Такая Интересная История Я Прочитаю Это Из Девятой Главы Бытия Мы Читаем Про Но На русском Языке Прочтите Когда Он Благословляет Своих Сыновей И Он Говорит Такие Слова Бытие Девятая Глава 26 27 Стих Он Говорит Такие Слова Благословен Господь Бог Шема Или Сима Ханан же Будет Рабом Ему Да Распространит Бог Яфета И Да Вселится Он Шатры Симовы Ханан же Будет Рабом Ему Шатры Симовы Что Это Такое Сим Или Шем Или Тот От Прошли Симиты Авраам Яков Израиль Израильский Народ Симиты Антисемиты Сразу понимаете Про кого мы говорим Помните Высоцкий Пел Когда-то Такую Песню Как Здорово Быть Антисемитом Или Все Такое Он Высмеивал Конечно Это Дело Но Здесь Говорится Что Здорово Входить В Шатры Шема Сима Потому Что Там Ты Сможешь Почувствовать Убежище Божье Шатры Это место Убежище И Шатры Это место Учения И Также Шатры Это место Божественного Присутствия И Яфет Или Яфет То бишь Европейская Евразиатская Нация Была Призвана Войти В Шатры Шема То есть Даже Если Вы Своё Собственное Откровение Творце Индивидуальное Получаете Заходите В Шатры Шема Там Вы будете Защищены Это И Есть Прилепление Присоединение К Израилю Корней И Попали В Сети Искривленных Языческих Представлений О вере Праведности О Супружеских Отношениях О чём сейчас Говорят По всему миру Всё это Результат Того Что Вот Они имеют Откровение О Господе Но они Не хотят Быть В Шатрах Сима Не хотят Быть В Тех Рамках Которые Называются Еврейское Писание И Связь С Израилем Вы знаете Даже Сам Концепт Этот Он Крайне Здрав И Он Помогает Людям Не только Знать Бога Но и Плоды Приносить Перед Ним А также Он позволяет Человеку Чувствовать Себя Защищённо Итак Мы Разобрали Коротких Два Урока Которые Были Посвящены Пока Двум Язычникам Но По пути Мы Увидели Дополнительные Вещи Ходим За Господом Он Оберегает Нас Или И вторая Вещь Имеем Откровение О Господе Очень важно Чтобы Это Было В Среди С Израилем С Шатрами Шема Тогда Это Откровение Будет В тебе Приносить Плоды Но не Будет Тебя Делать Гордым Извращая Тебя Самого И Изменяя Тебя Самого Есть Такое Выражение Про Бельама Или Валаама Как Пророк Стал Колдуном Но Про Это Мы Поговорим В следующих Уроках А пока Я Хочу Поблагодарить Вас За Внимание И Пожелать Вам Благословений Пусть Бог Благословит Вас Из Сиона Спасибо Субтитры